Привет! Фонари – полезный девайс в любой ситуации. Ремонтируете авто в поле или в гараже? Освещаете палатку в походе или себе путь, идя куда-то? Ищите что-то в темное время? Ситуации, где применить фонарь можно придумать кучу. Осталось только выбрать себе удачный, портативный и надежный осветительный прибор. Мне пришли на обзор два налобных фонаря от хорошо зарекомендовавшей себя фирмы Fenix и я сегодня их рассмотрю. На тесте у меня два экземпляра. Это налобный фонарь Fenix HM65R Raptor и другой налобный фонарь Fenix HM23. Оба этих экземпляра удобны тем, что дают полную свободу действий, ведь обе руки пользователя свободные. Фонари понравятся рыбакам, туристам, велосипедистам, любителям пикников и вечерних пробежек, да и вообще кому угодно. Сделаны они очень надежно и качественно. У фонаря HM65R материал корпуса магниевый сплав и сразу установлено два диода, дающих белый свет. Оба размещаются в отдельных рефлекторах, один из которых фокусирует луч на дальней дистанции, а второй делает свет рассеянным и эффективным вблизи. Режимы дальнего освещения. Турбо. Яркость 1000 люмен. Фонарь поддерживает работу режима в течение 4 часов. Второй режим. Хайд. Яркость 400 люмен. Фонарь поддерживает работу режима в течение 22 часов. Третий режим. Мид. Яркость 130 люмен. Фонарь поддерживает работу режима в течение 57 часов, только вдумайтесь. И четвертый режим. Лоу. Яркость 50 люмен. Фонарь поддерживает работу режима в течение 97 часов. Но это только режимы дальнего, а вот режимы ближнего освещения. Первый – Хайт, яркость 400 люмен, фонарь поддерживает работу режима в течение 21 часа. Второй – Мид, яркость 130 люмен, фонарь поддерживает работу режима в течение 50 часов. И третий – Low, яркость всего лишь 8 люмен, фонарь поддерживает работу режима в течение 300 часов. Поскольку обе группы режимов управляются отдельно, каждая своей кнопкой, и могут включаться одновременно, реально количество вариантов освещения гораздо больше. Что очень круто, в комплекте уже присутствует аккумулятор у обоих моделей. Со старшей моделью идет фирменный 18650 аккум, емкостью 3500 мАч. Этот элемент – питание с литий-ионным электролитом, рассчитанный на 500 циклов перезарядки. Зарядить его можно через кабель USB Type-C, который тоже есть в базовой комплектации, что, замечу, большой плюс и очень удобно, если можно заряжать аккумулятор сразу в фонаре. Увидеть заряд и его состояние можно по индикатору рядом с кнопками включения. Все очень просто. Корпус этой модели изготовлен из магниевого сплава. Он на треть легче, чем используемый ранее алюминиевый сплав. Тем не менее, оболочка настолько прочная, что убережет фонарь даже от повреждений после падения с высоты параметров. Также корпус защищен от воды и грязи по стандарту IP68. То есть топить его можно. Упомянуть стоит и ремешок фонаря, который позволяет одеть его на голову. На этом ремешке имеются светоотражающие детали, которые сделают владельца фонаря заметным на расстоянии до 200 метров, повышая его безопасность на дорогах и улучшая связь между участниками одной туристической группы на маршруте. Второй подопытный у нас будет попроще, но ничем не хуже старшей модели. Он работает с одним долговечным диодом Cree, который дает нейтрально белый свет. Фонарь поддерживает три разных режима яркости. Первый – Hide. Яркость фонаря составляет 240 люмин. От полностью заряженной батареи фонарь работает 8 часов. Второй режим – Mid. Яркость составляет 70 люмин. От полностью заряженной батарейки фонарь работает 16 часов. И третий режим – Low. Яркость фонаря составляет 4 люмина. С новой батарейкой фонарь работает 100 часов. Использовать этот налобный фонарь просто, ведь управляется он одной кнопкой. Более продолжительное нажатие на нее включает и выключает свет, а короткое переключает режимы. Первым всегда включается режим минимальной яркости, а затем можно выбрать любой другой. Для Phoenix HM23 реализована функция защиты диода от перегревания. Она может временно заблокировать работу самого яркого режима, если фонарю потребуется остыть. Также в этой модели есть сигнал, предупреждающий о разрядке батарейки. Он сообщит пользователю, что пришло время заменить элемент питания новым. После срабатывания этого предупреждения, фонарь еще некоторое время сможет продолжать работать на минимальном режиме. Для нормальной работы нужна всего одна щелочная батарейка формата 2А с напряжением 1,5 вольта. Вместо нее также подойдет никель-металл-гибридный аккумулятор. Его напряжение должно быть 1,2 вольта. Модель Phoenix HM23 получила качественный и прочный корпус из алюминия. Он обеспечит защиту от повреждений механического характера, а также ввиду водонепроницаемости защитит фонарь от намокания. Налобный фонарь продается в наборе с регулируемым по размеру растяжным ремешком и специальным пластиковым креплением. В креплении он свободно поворачивается вверх и вниз на 180 градусов, чтобы всегда светить в ту сторону, которая потребуется его владельцу. Также хочу отметить, что на эти фонари действует 5-летняя гарантия. Это не китайский товар, тут будет реальная гарантия и ремонт, если что-то случится. Подобные фонари выручили меня и моих друзей очень много раз. И переоценить важность хорошего фонаря в какой-то ситуации сложно. Без света, как без рук. Так что берите себе на заметочку эти два экземпляра. На этом у меня все. Всем пока и хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok